окей всем привет кто присоединился и те кто будет слушать записи мы начинаем разбор нового интервью с рамшерки называется так район ими аравшерки в амир мухаммад шариф я думаю уда в радио галатс галатс это галейцаль это военная радиостанция военная радиостанция правильно так говорят окей все делаю шер вот шер окей видно 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 сабаба ну хорошо тогда скажи мы только на как не слышно как вам слышно саша тоже с нами и значит сам этот который вообще один из них который берет интервью вот он говорит очень быстро я сделал несколько медленнее воспроизведение но сам рамшерки я думаю будет говорить более спокойно ну хорошо попробуем начать да давай не раз мы возвращаемся потому что быть не смотри вопрос и я ты я ты я это яйца учувствительное разные разные синонимы выражения удивления да есть плея слова леопли это как бы чудесно удивительно вот удивительно да ты я это вообще еще более крутое ты я это еще будет более высокая степень это вообще близко к слову то есть даже не близко к однокоренному слову теом то есть как бы хаос из первое из первого посудка брешит да вот это ты я ты я это больше чем удивление можно придумать как как сказать по-русски в общем это очень сильное удивление итак лопам лопам анахну хозрим лития азоти вишиила может перевисеть предложение ну неоднократно возвращаемся к да к удивительному вопросу ну да к этому то есть ну как бы наверно не не единожды мы чрезвычайно удивлены да вот этим удивлением и дальше какая шила а им бы и зора нафиц шанахну 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 хаин если вот этот взрыво опасный какой-то зор нафиц это взрыво опасный район вот это вот а им это сослагательное правильно так по-русски говорят это вот сослагательное это относится к слову дат правильно но как бы для того чтобы поставить сконструировать красивую русскую фразу надо вообще говоря начать с конца но мы понимаем что здесь слагательное направление может ли кто-то или а если вот если а если да например а если религия в нашем взрыво опасном районе да в котором мы живем анахну хаин да дальше и она в смысле это с необходимостью то есть она будет всегда но по-видимому по-русски хорошо сказать с необходимостью всегда будет только такая которая вот мадоним мне кажется я не очень понимаю неприятие какое-то да не очень пояна слух но о том что что написано эти субтитры они как бы автоматически это тоже не отражает не очень понимаю но это что-то связано с какими-то конфликтами не понял с первого раза что это такое стартершир хаос мадоним он сказал мадоним не понял что это такое но это больше стартершир хаос начала типа триггера стартер это триггер да и триггер этого хаоса она также может быть решением или она может быть решением то есть как в общий смысл мы поняли он задает вопрос в том взрывоопасном районе который мы живем правильно ли предполагать что религия или религии всегда будут только как бы взрывоопасным элементом либо они могут быть также петароном петарон это как бы решением проблемы да дальше и всегда когда я спрашиваю религиозных людей всегда когда я встречаю религиозных да которые думают что религиозных служений нет здесь важное слово роль да что роль религии она именно в чем она именно принести мир да 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 и как бы принести решение лошакех 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 митиху йот вэлолы и а церо там где должна быть точка лошакех от слова лишкох лошакох это забывать да вот лекарства которые успокаивают боль как называется маша хэг киевим а слово Лошакох такое немножко кшш слова но это вот лошаках это это забывать То есть те, которые как бы снижают напряженку, грубо говоря, понимаешь, вот более утоляющий, а здесь как бы напряженно-утоляющий, скажем, вот так, да? Они производитель. Да, они как бы производитель правильно, или способствовать их созданию, да? Так, они дальше. Я скучаю. Муксам от слова кесом. Кесом это фокус. Косом это фокусник. Вот мы снуками были вчера в нашей библиотеке городской, скажем так. Вот там выступал некоторый Косом. Но это называется Косом. Но от Косома есть, от фокусника есть глагол. То есть по-русски... А, по-русски это можно сказать фокусничать. Но здесь по-русски фокусничать, это типа там выпентриваться, придуриваться и так дальше. Правильно? Про ребенка говорят, что он фокусничает. А на великим муксам, это означает, что я заворожен. Вот как-то вот так, да? По-русски это выражение, а я вот заворожен от этих людей, которые, от таких людей. То есть он, в общем, от них как бы находится в таком удивлении, да? От слова кусэм. Дальше. Зашем. Удивление от людей. Зашем Хариким Банов. А, Алиф. Алиф здесь что? Нет, это Элиф. Это же как бы автоматически. А, Элиф. Поэтому, да, он так написал. От этих людей. Эти, да, которые, да. Что они? Из ряда вон выходящих. Правильно. Которые являются исключением вновь и в смысле вот ну нельзя сказать на нашем ландшафте, но на нашем, вот в нашем поле зрения, да? Ноф это тоже человек видит перед собой. Но при этом на игре тоже говорят, вот, например, Хариким Банов это человек, который является исключением в этом пространстве, да? Дальше. Кен, да. Кен, это говорит о них двое. Их двое, как бы, мерайнин, то есть интервьюеров, правильно? Вот. Это одна, не помню, забыл, как ее зовут. По-моему, это вот Джеки Леви. А вторая, я не помню, кто. Она христианская арабка известная. Не помню, забыл, как ее зовут. Дальше. Ну, я в опциях их... Их оптимизму. Ну, удивленно, вообще-то эти люди вообще существуют. Правильно, которые считают, что религия может способствовать разрешению, а не созданию. Да, дальше. Принято считать, что все проблемы от религии. Макгам шелопам. Макгам шелопам. Ну, что же там такое, что... К тому же не раз. К тому же не раз. Макгам шелопам. К тому же не раз. Эм, они... Да, не знают. Эм, йодим, аль май, медабрин. К тому же не раз. Эм, йодим, аль май, медабрин. Не знают, о чем говорят. Они знают, о чем они говорят. Ну, то есть, грубо говоря, это люди, сами люди, как бы, религиозные деятели. Мы же видим здесь рафшерки, ну, а здесь, как бы, параллельно это мусульманские деятельства. Он говорит, они знают, о чем они говорят. Мы хотим сказать шалом, поприветствовать двух религиозных людей дальше. А этот из ислама, а этот из иудаизма. Он ее спрашивает, а не ацик это муслимин? Ну, он говорит, я представлю как бы мусульманского, да? А ему говорит, кэн, это кэн. Он сейчас говорит, кэн? Шалом ла Амир Мухаммад Шарип. Шалом ла Амир Мухаммад Шарип. Он говорит, шалом ла Амир Мухаммад Шарип. Да, шалом Амир Мухаммад Шарип. И вот как его зовут, три слова. Амир Мухаммад Шарип, окей? А, еще уда. Амир Мухаммад Шарип, уда. Рош, рош, ну вот он как бы глава, председатель какого-то там образования, которое называется Роши, да, Ахмадик. Не очень не знаю, что такое. Ахмед какой-то. Каких-то Ахмедов, да. Но у вас там еще не призыватель этих Ахмедов, он сам Ахмед. Но, в общем, что там такое с Ахмедами связано? Он ему говорит шалом. Шалом ла Амир Мухаммад Шарип. С ним слушателем, да. Да, это стандартный ответ того, которого берут интервью. Ну, она, соответственно, говорит шалом ла Раф Ури Шарип. Да, понятно. Приветствуем. Рафа Ури Шарип. Шалом, шалом. Шалом, да, она говорит шалом, шалом. Он говорит шалом Мелакухаммад. Это Раф Шарип. Голос Рафа Шарип. Ну, понимаешь, это же как бы разговор такой очень... Разговорный. Разговорный, да, правильно. Поэтому как бы ненаписанный текст. Она говорит... Вы же знаете эту вещь. Да, вы вообще... Ну, как бы... Да, кстати, говорит, вот... Ну, как бы вы знаете вообще, наверное, о чем мы будем говорить? А давар аутоматчик улам ешлаем лагит. А давар аутоматчик улам ешлаем лагит. Потому что они говорят совершенно не как бы стандартный еврей. И вот тут есть много чего как бы латахен исправить. Но поскольку это как бы разговорная речь, еще к тому же они хотят это сделать непосредственно. Видно, что они чуть-чуть как бы спотыкаются и все. Поэтому он такой, в общем, своеобразный еврей. А давар аутоматчик улам ешлаем лагит. Конечно, нормальная фраза, нет. Ну, а это как бы автоматическое... Автоматическое, что приходит в голову. И как бы на автомате, что приходит в голову, да? Если... Всем есть, что сказать. Да, что люди обычно сказали бы. Если она говорит, когда встречаешь как бы религиозного человека, такого и такого, ну, как бы автоматически, что приходит в голову. Вот так как бы по-русски, да? Как бы про каких именно людей говорится? Похода на шим, поеда на зэ. по крайней мере в людях люди это ипот люди это ипот люди обычно что говорят они только разделяют людей не обобщают не объединяют а наоборот разъединяют людей мефалгот какое слово от слова мефалгот мефлага правильно пилук помните что называется поколение рассеянитью пилук вот это вот то что сейчас все время говорится в Израиле потому что с одной стороны все понимают что победа возможна только при объединении а тем не менее называется пилук баам это вот все вот это вот нехорошее слово ок это добавляет ну хорошо это она как бы сказала что первое что приходит в голову да это все плохое только что людей как бы натравливает одних на других и разделяет правильно тогда он резюмирует и говорит Гуатхем что такое Гуатхем что-то не очень понимаю ну ваша реакция как бы ваш ответ окей да бывает реакция правильно да он говорит прежде всего все-таки караушет он говорит Рафшерки тебе как бы голос он же их не видит наверное у каждой да этот вот дома наверное но этот дома поэтому их подключили как бы они разговаривают в том же самом зуме не знаю еще как-то но как бы он их не видит поэтому он воздух забрасывает Рафшерки окей он говорит тире а да то ты смотрели да религии принесли много очень хорошего пример да вот он говорит то кто кто разгляд это люди ну да он как человек он говорит проблема не в конфессии как бы босс не может понимаешь это самое придерживаться мнение что как бы дело его жизни оно отрицательное грубо говоря поэтому он говорит проблема не в религиях проблема в людях это известный расчет он говорит он говорит как-то там было ну в общем тот кто пролил много крови или больше всего крови это атеисты какие кмо мао мао цедун имеется ввиду да или сталин да но это известный отбит такой да которые говорят когда говорят что религия они платят смотрите сколько вообще людей страдают от религии смотрите если вы делаете расчет то как бы атеистов вообще говоря погибло больше которые были далеки от религии ну да или в скупках те которые хотят это они говорят что у них была своя религия которая называлась марксизм атеизм и так далее дальше да бимова что коль шебны адам ю кровим ледак амитит амитит замитит аз бны адам и тахаду настолько насколько люди будут близки к настоящей религии ключевое слово это амитит настоящая религия так люди давка объединятся да она употребляла слово как бы пилук в качестве плавного отрицательного значит он противовес приводит и тахаду да если они наоборот будут к религии но подчеркивает религия амитит как шея шамад тут не шамад а шамад я думаю от слова то есть обвинение обвинение религии именно в чем ну в насильственных действиях алимут я не знаю как по-русски сказать в одном слове это вообще алимут это насилие но в насильственных насилие да правильно в насилие как бы против человечества они я думаю я думаю этому обвинению как бы нет места правильно дальше несмотря на то что у нас есть длинный счет с кем с исламом мы не забываем проблемы мы вообще живем в этом мире мы реалисты мы знаем вообще мы эти проблемы теперь дальше вот к этому куда Амир Шариф он его говорит еще более как бы называется мичукмек это еще более искаженное поэтому ну будем переводить они гам халек или хелек мек а они гам хелек все перевернуто но говорит что я как бы частично принимаю слова рава такая идея правильно хелек это часть но просто он как бы говорит коряво но беседа смотри они тут не сидят в студии не видят друг друга когда человек вообще говорит не видя собеседника то потом все таки говорит у него как бы не родной язык окей дальше первое второе мировые войны не были результатом да ну сейчас он по-видиму скажет отоцар сейчас нам и скажет или продукт сейчас скажут религия не были не были следствия продуктом религии ну тут немножко повторяется адат двор а адат двор то есть что такое религия это слово бога а что такое бог а я говорю я говорю с юмором с горьким юмором бекэш 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 требует построить хотел хотел построить построил как бы это каба каба это в Мектике на салфетку ну да чтобы это был домом книги мира был домом просто школой мира скажем так ну это он сказал по-арабски наверное ну в общем перевод он потом сказал и также школой для ну уверенности бетахон в смысле безопасности бетахон имеется ввиду что человек был безопасен да такая да бетахон и шалом для всех людей да ну да не только для арабов и не только для людей вот как да вот как амэсэр шэл ислам у мэсэр универсал идея да ислама это универсальная идея или идея да ислама это идея мира и дальше вот он говорит мэсэр у мани это гуманистическая ну гуманистическая да да который говорит он сказал по-арабски а потом на иврите что бне адам кулам бне элоимэм то есть все все люди они все ну как бы у них один один общий как бы духовный корень у них один один отец небесный скажем так да ну хорошо миша ахира ахира уй бенэй ала тот кто больше всего достоин да в глазах бога ала это тот кто как он говорит дуэк вот который как бы заботится о других людях ну скажем вот такой перевод они хотят поскольку он долго говорит они хотят влезть и что-то такое значит у него спроси это он так ворвался пошел в него и сказал он говорит я вам более того скажу знаешь я вам более того скажу вот это как раз оно есть элла я вам более того скажу что мне так представляется тхуша это чувство правильно по моим ощущениям как бы изначально как бы они как бы строятся базируются да базируются правильно на духовной энергии ну вот о энергии ворвах ворвах что они мешают в русле тех вещей которые вы говорите правильно это так обычно говорится ворвах ворвах что вы омар что вы говорите ворвах это как бы ну вот в русле в духе да можно сказать в духе по-русски тоже так говорится в духе как бы вот слов вещей которые вы говорите дальше то что вы находите везем митцев от слова лаяцев лаяцев это современно видите это дизайн это то что их сформировало мацав это положение да нет там мацав все-таки бед басал понимаешь а тут ют садик бед лаяцев это стабилизировать основывать ну правда яйцев я немножко загнул потому что яйцев проверь меня что мне сейчас голову пришло не лаяцев это стабилизировать лаяцев это мацав это как бы стабилизировать положение они как бы возникли в русле того что это духовная божественная энергия которая признана созвучит миру такая идея левавот ма минаем бат тхиле а в левавот эти ксомых да 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 и как бы я уже не помню кто это ехнист изначально вообще что-то да в ехнист от левавот ма 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 в сердца верующих ма 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 в начале дальше как бы ситуация развилась да но он теперь он хочет это само он хочет несколько застрить положение но не такое розовое поэтому он говорит а в да и ши коль ши адурот хольфин что все поколения ну как там проходит что да когда проходит мы видим да коль ши это так как проходят эти самые поколения кольфин это сменяется да сменяются поколения да мы обнаруживаем да а нахну муцим יותר в יותר плагин а нахну муцим יותר в יותר плагин мы все больше и больше находим мы находим все больше и больше плагин в смысле ну вот ответвление этих как угодно разделение да шо фхим это это креа йотера алима ше хорим это креа йотера алима ше хим переворачиваешь что ли нет ше хорим это йотера алима плагин то есть мы видим такие учения в религиях да которые призывают к призывам все более насильственным йотера алима вода то есть в религиях какую именно религия вообще изначально вы действительно правильно говорите но как только сменяю а вот по мере сменения смены поколений мы видим в религиях как бы находят образуются течения которые призывают к насилию в религии в дат да креа ши те ха шевла аутентит я думаю что вот здесь не идентичный я думаю что здесь ла которая которая будет считаться аутентичной то есть несмотря на то что они как бы позднее образование и они являются вот этими отростками или отходами в религии тем не менее потом они будут считаться именно эти призывы как бы к алимуту к насилию они именно будут считаться аутентичными в элеши и цигу давка это паршанут те которые показывают да а те которые представляют те которые напротив которые именно представляют паршанут а именно толкование сейчас будет толкование к миру аутентичные представляют которые как бы миролюбивые они давка те в которых как бы это подозревает он пропускает слова подозревают в смысле подозревают что они неаутентичные аутентичные правильно получается обратное положение он как бы говорит о том с ними согласен но как бы подводит свою концепцию о том что как бы смотри ребят вы хорошо говорите да но мы в реальности видим что все наоборот вообще говорили практически наоборот как это объяснить ну хорошо согласись с ним что изначально все было замечательно да все было божий дух все миролюбивые все как вы говорите а потом получилась такая ситуация что вот эти вот течения которые становятся все более и более милитантные да вот они давка считаются аутентичными то есть правильными к соответствующим настоящей религии а те которые как бы стремятся к миролюбию и предлагают компромиссные решения вот они должны вот сказать они должны доказать что свою веру свою веру обвиняют и говорят что вы вы являетесь не аутентичной призыв к насилию то что мы говорим да это призыв аутентичный это голос религии а то что вы говорите вы должны вот именно они должны доказывать а не наоборот в первых спорных спрашивают экзекарат как это называется нет как это произошло карас аллафом карас аллафом это призывать правильно и как ты говоришь как это называется надо было сказать экзанекра как это называется экзекара как это произошло как вообще можно это противоречие но по-моему это тоже взято из английского как вообще можно разрешить это противоречие то которое мы сейчас объяснили вот он опять он сейчас обращает понятно что злое начало работает в человеке работает действует в человеке также действует работает в религии есть у нас длинный длинный счет на эту тему на эту тему но действительность может также поменять эти вещи правильно действительно в том что народ израиля вернулся в свою землю основал свое государство это поменяло духовную обстановку в мире во всем мире но потом прервал не закончил фразу анахнула марбеа автару им мы к большому удивлению правильно помнишь там было ты и я вот есть три синонима ты и я плия в автар вот начать как бы с более низкого и повысилительного автар это самое простое это просто удивление потом есть плия это как бы сильное удивление вот изумление а вот есть еще ты и я это просто обалдеть ну вот скажем вот так анахнула марбеа автар ну мы видим с большим удивлением руим шиеш озым колька шевет мы видим что есть что есть ухо ухо внимающее лакшив это внимать это тоже есть не ксинонимы есть лишмо лишмо это просто слышать как шмайс а есть слово лакшив лакшив это то что по-русски внимать вот озым кашевет это чуткое ухо вот он говорит что есть ну пару сняли чуткое ухо но во всяком случае есть как бы внемлющие те которые внимают не просто слушают а внимают в смысле слушают и как бы это воспринимают да гамм гамм эцел анашин да в общем осень кашевет гамм ну внимать идеям универсальным универсальным да опять вы ламарбэ апэле еще более удивительно ну ламарбэ это к большому удивлению до слова к большому удивлению ламарбэ апэле анахнуруи маём мы сегодня видим сегодня да я не думаю это хаку я думаю литхот это отодвигать на задний план мы видим позиции которые в прошлом были отодвинуты на шулай в смысле на 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 поля ну он говорит с задним в смысле в сторону а сейчас они как бы говорят читать что это как бы типа центральные голоса да ну как бы положение которые говорят против агрессивности да вот это как бы агрессивные позиции в смысле агрессивные агрессивные мнения да ну вот ужасные позиции ужасные мнения ужасные высказывания обитуем который мы видим сейчас и эти голоса которые видны на поверхности это я думаю это разглядывать а есть цофим это всплывать на поверхности которые появляются на поверхности альпнеашета которые появляются на поверхности ну которые как бы выходят наружу грубо говоря да и вот все эти самые рассуждения да и вот да 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 все эти вот присылы или голоса о том что он уничтожится то есть Равчатки повторяет свою тему, да, он говорит, что он говорит мусульманскому миру о том, что разговоры об уничтожении, то есть речь идет только о национальном процессе, то есть есть национализм, скажем, еврейский, есть национализм арабский, тогда как бы говорят, это как двое, которые держатся за таллид. Приводит такое, да, двое держатся, известная тема в Талмуде разбирается, когда двое держатся за таллид. Один говорит, это мой, другой говорит, это мой. Нет никакого способа, кроме как разделить этот таллид и все, потому что они никогда не договорятся. А Равчатки проводят как бы такую идею, что им, говорят, должны понимать, что в возвращении евреев на свои земли и в возникновении государства Израиля есть проявление божественной воли. И это проявление завета между Элуим, Лебене и Ан и Срае. А если это как бы божественный процесс, тогда как бы вы должны к этому относиться по-другому. С людьми вы можете спорить, там, хотите убивать или чего-то, они захватили нашу землю. А если смотреть на это с точки зрения совсем другой, то тогда, по-видимому, ответ должен быть другой, да? Дальше. Ну, как бы, опять, лакшив, от слова кэшер прислушиваться, может прислушиваться к чему? Возможно. Ну, вот это дальше, к чему? Дальше идет цитата. Авраам, да, Авраам, лэх-лэха, было сказано, начинается с того, что лэх-лэха, иди к себе. Иди к себе, ну, скажем, сейчас, в русле этого разговора, можно как бы понять это, скомментировать, что иди к себе, в смысле, строй свою землю, да? То есть, как бы, государство Израиль. А чем кончается все это? Да не в лэх-лэха, коль миш-поход адам. Будут становятся в себе все семьи земли. Строение государства Израиля? Но давка именно, наоборот, должно привести к тому, что это будет благословение для всех народов. То есть, не надо у нас смотреть, как этих самых... Мы не оккупанты-империалисты, а мы те, которые несем браку всему человечеству. Ну, вот этот подход Рафшер, так он пытается с ними говорить. Окей? Дальше. Да, это мессер Авраама Авида. Это было, как бы, послание Всевышнего Авраама Авида, да, про отцу Аврааму. Зе мессер амитиши еш лакшив лог. Верное послание. Да, это настоящее, верное, истинное послание, которое есть. Опять, все время слово лакшив, да? Потому что лешмо, еще раз, лешмо, человек слышит, но он может не понимать, что он слышит. Правильно? Слышит все эти слова. Но они проникают. И когда они проникают внутрь, это называется акшава. То есть, это воспринимание. Они шумея. Не слышу. Ну да, фахот, по-моему, лэфахот, он говорит, что как минимум в исламе, да, анируэ, я вижу. Он, значит, будет гам акшава. Гам акшава, опять это слово акшава. Здесь оно очень важно для араба сказать, что не просто они эм шумин, а эм мэкшивин. В смысле, что они прислушиваются. Они понимают, о чем он говорит. Акшава ладваримаэ. Ну, то есть, как воспринимание этих слов. Ло ракет сэля Ахмадим, но это в данном случае... Опять это Ахмадим. Ну да, смотри, это не так, как говорят вот Рабиновичи, да, в таком образном отношении. То есть, А вот Рабинович там, или Абрамович, что-то такое. Ахмадим, по-видимому, это какое-то... Какое-то направление. Ну, не знаю, я не слышал такого. Но Ахмадим, это, я хочу сказать, секта, но какое-то движение мусульманское, которое называется Ахмадим. Я про такое никогда не слышал. Но он говорит, что, во всяком случае, он слышал не только у Ахмадима, которые, по-видимому, они как бы характеризуются тем, что у них такой мягкий подход. Дружелюбный, скажем так. А он слышал у других тоже. Да, но он имеет в виду, что я, в любом случае, пригласили Шейха, но так я это слышал не только у Шейха, другие тоже так говорят. Да, но и в странах, каких, Ихуда Мируют, Эмираты, правильно? Да. В Сауде. В Соскаране. Даже в Сирии и Иране. Мы находимся в связи с группами. Группы. Которые начали спрашивать сами себя. Правильно. Ахмадима. 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 Не ошиблись ли они в дороге. В смысле, которую они выбрали, да? Ашиэллаи, 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 Маусинэм Акцена. Ашиэллаи, Маусинэм Акцена. Вопрос, что делают с радикализмом. Акцана, это радикализм. Да? А это от слова «кце» или «кец». «Кец» – это конец. Например, юрейской традиции «кец аямим» – это то, что по-русски переводится в конце дней, приход машин и так дальше. Но с другой стороны, от слова «кец» – конец, и от слова «кец» – край, акцана – это то, что по-русски правильно перевести, поляризация либо радикализм. Вот радикализм – это акцана. Слово «кец», правильно? А что же делается? Ну, вопрос в том, что делать с этой акцаной. Это вот акцана, это в смысле радикализм – это вот те, как в русле их обсуждения, это те полагимы, это те течения, которые давкой именно пропагандируют, ставят во главу угла, давкой насильственные действия. То есть это религиозно. Религиозный радикализм. Раб Шерки, я спрашиваю от их обоих. Раб Шерки, я спрашиваю от их обоих. Раб Шерки, я спрашиваю от их обоих. Мягко говорят этому самому достойному человеку, что это «ахус ехат митоха олам амуслим». Это один процент из мусульманского мира. То есть то, что он говорит, вообще красиво, но это непредставительная выборка, правильно? Да. Она снова говорит, «вотитакэн ути манитуа. И исправь меня». Да, поправь меня, если я ошибаюсь. Если я ошибаюсь, да. А-Шейх Амир Мухаммад Шарик? А-Шейх Амир Мухаммад Шарик. Ну она обращается к нему, да? Поправь меня, если я ошибаюсь, кому она обращается. А-Шейх Амир, ну, Мухаммад Шарик. Дальше. то что они читают, они читают без комментариев просто по переводу, да, без комментариев так как комментарии, которые ему добавляются позже, в которых входят позже, да, что они говорят, вы читаете по-простому, а есть те, которые толкуют, толкуют это исходя из какого-то поршанута, комментария, вот так она мягко как бы определяет, что такое вот этот сам, стараясь не задеть этого почетного человека ну, есть такое выражение, что, предполагал, что кто такой мишурер? поэт ошибаюсь? нет, мишурер это поэт, однозначно, шира это песня, на эврите шира, на эврите песни и стихотворения это одно и то же, песня и стих это одно и то же, да, шира-ширин переводится как песня-песня, с другой стороны шира-шира и шира-таянка, песня на море, хотя шира-шира в современном эврите это, в общем, это стих, это стихотворение, песня, а песня все-таки называется, но там, зэмер, например, там петь, и точно так же мишурер, это поэт, а есть такое выражение, мамит кабена мишурер, то есть, что имел в виду поэт, по-русски нет такого как бы имеется ввиду о чем вообще о чем вообще шла речь называется это такое такое в общем не уличное но в общем выражение ну да и майло и мамар ну то есть как бы без прошло но там не это то что сказал эллим это более слово все это то что он сказал и так это написано мы берем коран и применяем его используем в прикладном варианте в наши дни да и практически используем наши дни скажем так и приспосабливаем его это приспособляет правильно она очень говорит на таком ну как бы простом иврите даже я сказал и чувствуется мне кажется что не иврит не родной язык это тоже она у нее как бы есть такие клиша которые клише которые в общем у всех на слуху но она как бы на мой взгляд педалирует это значит я мей но она это в те дни в которые мы живем вы просто берете только что написано в короне пытаясь как бы это приложить нашим дня до дальше на спрашивать да ну что делаем а вальмаусе мы кольцами кандидатами да но все делаю со всеми комментаторами со всеми комментариями да но что делают со всеми комментариями чего акцина радикализм на видну как бы то что вы дико то что вы говорите это хорошо да вот эти ахмады их назвали да то есть вы считаете бьюти папша в коране написано так написано а что же делать с этими комментариями которые вот приводят к религиозному радикализму да но он должен отбить он говорит энбо я бы паршану нет проблем с простым пониманием он же не может сказать даже вся религия строится на комментариях и так любая я думаю да поэтому он говорит нет энбо я бы паршану в комментариях как таковых нет проблем но только самое главное имя лосотер если они противоречит источник милосотер это тамако если она не противоречит первоисточник то проблема как понять противоречит или нет вот вэллахэн анахнус куким ледиюн амети поэтому обращаемся поэтому мы нуждаемся закук это нуждающимся правильно с каким это нуждающимся вот когда распределение еды или одежды или чего-то, называете, или переписком, когда принято делать кеку надо или семье выкладывать много денег для того, чтобы сделать пасхальный садор и все, то есть там специальные мероприятия кимха-де-писка, когда вот эти, эти, которые называются низкаким, нуждающиеся. Поэтому он говорит, плохая на нахну с коким ладьем. Поэтому мы нуждаемся... Мы нуждаемся как будто обсуждение. Надо обсуждать, да, амити. Бремльевские ключевые слова. Амити, макор. Что такое амити, что такое макор. Дальше. Но это я от себя договорю. Аль-Самхут Адан. Вот дью нам ики, аль-Самхут Адан. На базе религии. Нет, вот это вот важно. Самхут – это полномочия. Должен быть настоящее обсуждение, в чем заключается полномочия религии. Умифаршея. Умифаршея. Ну вот в чем заключается полномочия религии. Умифаршея и те, кто ее комментирует. Да, тогда она женского города, да? Дальше. Им Айлоим Бара – это Адам, коль Адам битсальмо. Создал ли Всевышний каждого человека в своем образе. Умифаршея и те, кто ее комментирует. Умифаршея и те, кто ее комментирует. Да, то есть, как бывало, здесь он говорит про объединение, что все в целом Энуим, все в образе Божьем, все люди, поэтому, как бы, нет различий. Ну и точно так же, у нас общее солнце и так дальше, да? И солнце и луна. И звезды, ацей марпе – это дословно лечебные деревья. Ну, то есть, как бы, все, что является необходимым для жизни людей, он на одной ноге это, как бы, придумывает. Он говорит солнце, луна, ну, вот чему пришло в голову эти лекарственные растения или там деревья, да? А коль мишута – это все является нашим общим, правильно? Ну да, и он тут говорит, это то, что говорится по-арабски, что он по-арабски говорит некоторую фразу. Ну, вот сейчас он скажет на еврейском. Это первый пасук в Коране. Да, первый пасук в Коране. Ну да, вот это вот слово, которое он сказал по-арабски, я сейчас его пропустил. Он говорит, что у него есть много машиноюет, у него есть много, как бы, смыслов, переводов на еврике, да? Это тот, кто мегадель, тот, кто выращивает, и тот, кто доек, и тот, кто заболевает. Он переживает у всех созданий. Ле-холь-абриот, да, всех софарёк. Он говорит, что, как бы, первый пасук в Коране пропустил, как он сказал, я ничего не понял, как он сказал. И там речь идет о Всевышнем, который, как бы, в образе или в эпостасе, как угодно скажите, да, того, кто дает произрастать, там, мегадели, который доек, который заботится. Ле-холь-абриот. Всем, о всех живущих. То есть, опять, у нас, они в угол поставили мефалэк. Мефалэк, этот, который разделяет и все, это приводит, как акционодатель, к религиозному радикализму. А то, что людей объединяет, и общий объединяющий источник, это, как бы, со знаком плюсы идет. Поэтому он это перечисляет. Если я верю в такого Бога. Да, я обязан беспокоиться о всех людях. Как он дует, так же и я дует. Ну, как бы, дальше идет такое подобие. Поскольку он заботится о всех живущих, да, я верю в такого Бога, то, как бы, и поскольку я создан по его подобию, то я тоже должен, как бы, по примеру снимать, тоже должен ледок лекольбный адам. Я тоже должен забудеться о всех людях. Ле-хоф и ткольбный адам. Ну да, любить всех людей. Любить всех людей. Ну и не спрашивать, в каком доме ты хочешь. Я спрашиваю меня, не спрашиваю человека, в каком доме он хочет родиться. То есть, как бы, у человека нет выбора сказать, я свой комментарий, да, его слова. Человеку нет выбора сказать, я хочу родиться в доме христианском, мусульманском или, как бы, иудейском, еврейском. Человек рождается там, где он рождается. Обратите внимание, или обратите внимание, ле-йва-лет, это нефаль. Это пассив нефаль от рождать, правильно? Рождаться ле-йва-лет. Поэтому здесь это нефаль, иуд, да, ле-йва-лет. Не было мне выбора. Да у меня не было выбора. Поэтому любовь человека ко всем людям обязательно. Обязательно, да. Сейчас, может быть, дослушаем эту его фразу до конца. Восстану, это как раз половина этого рейона. Да. Но это было нефаль. И на него перебиваю. И как ты разрешаешь это противоварит, когда каждая религия говорит, я была первая, а другая говорит, я была последней. То есть каждая религия претендует на особое положение. На главенство. Да, правильно. Он говорит, все равны, все равны, все равны. А она пытается спустить это на землю и заострить их целый диалог, в котором они участвуют, потому что иначе это неинтересно. Окей. Она говорит, ну а как же так? Ну хорошо, все равны, все замечательно. Деревья, ты сказала, общие. У нас, солнце, все, конечно, замечательно. Ну а как же так? Мы же видим, что каждая из религий говорит, я истинная, я настоящая, я первая, ты вторая и так дальше. Правильно? Ну претендует говорить на то, что я вот изначальная религия, мать религия, от меня отпочковались мусульманство и христианство. Мусульманство говорит, вот у нас самый настоящий пророк. И христиане говорят свое. То есть как бы она заостряет этот самый разговор, потому что иначе просто неинтересно. Ахав... 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 И иврит, и все. Хотя, опять же, тут иврит, у нее иврит как бы совсем такой, в общем. Ну, по тексту тут немножко сложно следить, потому что он такой неточный. Ну, правильно ты говоришь. Да, он неточный. Наверное, еще связано с тем, что это радио. Может быть. Ну, да. Они где-то там сидят, непонятно. Когда следят в студии и все прочее, то там все-таки заготовленные как-то тексты, может, вопросы-ответы, а не более. Здесь он как бы совсем такой. Ну, как пример тоже ничего. Нам же как бы важно, наша главная задача — это понять, о чем идет вещь. Я думаю, мы с этой как бы задачей, в общем, достойно справились, скажем так. Окей? Хорошо? Да. Ну, хорошо, давайте на этом закончим. Я надеюсь, в Божью помощь, в этот раз мы это закончим, потому что как раз мы остановились на половине. Тогда я останавливаю на этом за...